Всем йоу народ, с вами Сильвия. Сегодня произошло интересное событие, сегодня были стримы разработчиков TOFA, и в них очень много новостей по вере. Вера у нас совершенно скоро, через 6 дней, и я постараюсь сейчас изложить вам все самое важное, что стоит знать при просмотре, естественно, этого видео в ожидании Веры, что важно, и постараюсь не заспойлерить контент, который мне заспойлерил этот стрим. Ну, может быть, конечно, мне он одному и кого заспойлерил, и я догадался о нем, но вам я его спойлерить не собираюсь. О грядущих ивентах, баннерах и так далее. Поехали. Короче, разработчики опять скамят нас на ивенты, говорили нам, что ивентов будет мало, но по итогу ивентов дохера, и они друг на друга накладываются. Итак, ивенты ближайшего времени, которые будут на вере. Первый ивент называется Mirroria Tour. Это штука, которая, ну, судя по заявлениям разработчикам и показу, по сути, является что-то в виде челленджевого испытания на паркур и исследование города. Там надо будет прыгать, скорее всего, там будет отключен джетпак. В общем, в целом, веселая активность, которую я не буду спойлерить, все сами узнаете. Время проведения с 27 октября по 9 ноября. Награды. В ней можно будет вынести 10 красных круток, 1200 золотой пыли и 500 валюты для гачапонов в этой самой Мирории. Что за гачапоны я расскажу далее. Переходим ко второму ивенту. Второй ивент будет проводиться с 1 ноября по 14 ноября, и называется он Ultimate Weapon. Это штука, в которой нужно будет, опять же, участвовать в ивентовом испытании, чтобы выиграть ограниченные награды. Спешу заметить, что каждый из этих ивентов лимитированный, и количество наград, которые вы можете получить, зависит напрямую от вас. Значит, скорее всего, это будут какие-то мини-челленджи, поэтому придется позадротить. Но на стримах заходите, если что, подскажу. Награды за этот ивент 6 красных нуклеусов, СССР-релик, не кусок релика, а целый левел релика, титул Battle Angel, 1000 валюты для гачапона, чат-баббл, 10 спейстайм-кристаллов и аватар-фрейм. Третий и ближайший ивент ноября будет проходить с 17 по 23 ноября, и называется Childlike Innocence. Это штука, в которой нужно будет собирать определенные пузырьки и обменивать их на косметические и войс-паки. В награду идет 3 красных нуклеуса, аксессуар Starglaze, это, возможно, что-то на голову, войс-пак для Мии, а Мия за нами будет бегать постоянно в вере, аватар-фрейм и еще один микрочатовый фрейм. На стриме также показали ролик про Руби и официально подтвердили, что после Кобальта выйдет сама Руби. А сейчас, внимание, на ПТРе, который закрытый, Вера 2.0, на который кидали инвайты сейчас, информацию с него сливать нельзя, но какие-то люди, в скобочках, жопошники, слили информацию о том, что на ПТРе Руби существует в виде резонанса, огня. И, естественно, скорее всего, информацию про веры нельзя были сливать и именно из-за этого фактора. Поэтому, если кому-то нужна была Руби и не нужна Кобальт, можете выкрутить и оставить в своей круточке на то, чтобы выкрутить Руби. Опять же, я не говорю, что эта информация стопроцентная, но шанс велик. Что же по поводу следующего баннера, тут вопросы, потому что на японском стриме сидела косплеерша в костюме Лин. Все подумали, что это отсылка, но я считаю, что японцы не могут знать о намерениях корейской стороны, китайской. И, собственно, следующий симуляк, да, возможно, будет либо после Руби, естественно, либо Лин, либо Саки Фува, но тут можно дискутировать долго. Помимо баннеров и ивентов, также разработчики заспойлили такую штуку, что в самом городе, в этой вере, стоят гачапоны, реальные гачапоны, которые крутятся за валюту, которую мы будем получать за ивенты, за exploration на вере, и еще куча-куча мест, эта валюта ограничена. И фишка в том, что есть гачапоны с внешкой, а есть гачапоны с реликвиями и крутками. И тут уже вам решать, на что у вас хватит валюты, что вы будете крутить и так далее. И я в конце видоса покажу вам, какие там можно, ну, часть тех вещей, которые можно будет выбить внешне. И все гачапоны они не показывали, но показывали часть. Есть гачапоны с матрицами, как видите, есть гачапоны с реликвиями, есть гачапоны с аугментациями, гачапоны с внешками, с лимитированными матрицами и так далее. И это прямо суперобалденно, потому что у людей будет разнообразие. Если тебе не нужно никого крутить, что я сомневаюсь, конечно, но все равно. Но, и, например, ты хочешь внешне персонажа кастомизировать, можно будет покрутить какой-нибудь крутой гачапон, потому что их там дохрена, их там больше семи. Ну, я насчитал семь разных автоматов, потому что они не показывали все, но те, кто смотрел внимательно, понимают, насколько много их там, и они стоят все и сразу. Помимо гачапонов с внешкой и усилениями персонажей, есть гачапоны с едой. И это прямо безумие. Если я правильно понял, вот эта банка, которая сейчас на экране показана, это банка, покупающаяся за 50 валюты, которая дает 300% атаки. 300, Карл. 300 плюс 600 статичной. То есть это просто овердыхера. Да, понятно, что они, скорее всего, будут действовать недолго, там минут 20 или час, и 50 валюты на одну бутылочку это дорого, но в экстренных ситуациях вы можете прямо спастись ими. Ну, и, естественно, есть гачапоны с игрушками. Не знаю, честно говоря, кто их использовать будет, для чего. Игрушки сейчас можно получать на фри, но, может быть, у них там супер востребовано с кем-то дружить. Ну, а сейчас вообще отвал башки. Тут можно выкрутить, мать разрабов. Я не знаю, для чего эта функция, но там есть карточки, которые при использовании превращают тебя в одного из боссов. Собека я, конечно, не видел, но Люся там есть, там есть мужик на велике, там есть маленькая непонятная девочка, которой у нас не было, и это прям какая-то супердичь. Ну, понятно, что это контент увеселительный, но это очень странно. Применение этого я не особо вижу, но, черт возьми, забавно. Забавно. Короче, я обещал рассказать про шапочки коротко, сейчас покажу просто. В аутфите, в оперинсе, у вас есть вот тут вот шапки сверху, и большая часть это гачапоны Веры. Вот это гачапон, 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 и вот это гачапон. Вот это без понятия откуда, пончик тоже без понятия откуда, вот этих ушей там не было, и головы мерилки там не было. То есть, в целом, большая часть из того, что здесь есть, может быть, можно будет это выкрутить в гачапоне. Но вопрос в том, что с гачапона также падают и красные крутки, и валюта эта ограничена. Мы не знаем, сколько валюты всего можно будет собрать разработчикам, ну, типа игрокам, которые тестили на стриме, выдавали по 10 тысяч, чтобы они просто покрутили. Возможно, это именно кап валюты, который собирается со всей веры. Возможно, ее будет больше, возможно, она будет лимитирована, возможно, ее можно будет пополнять постоянно. Суть не меняет. Ну, в общем-то, про гачапона вы поняли. Короче, стрим у разработчиков получился просто крышесносный. Там были лаги, баги, они не могли убить ворлдбоссов. На японском стриме вообще творился какой-то трэш. Мы там считали, сколько раз они кавай раз сказали. И полное безумие. Но меня очень радует вера, потому что контента там просто завались. Там куча ивентов, куча эксплорейшена, новые баннеры, новые круточки, новые виды одежды, какие-то... Я даже не могу представить полностью, что там есть. Я рассказал вам лишь малую часть того, что было на стриме. К сожалению, записи стрима нет почему-то. Не знаю почему. Ну, опять же, это странно. Обычно запись стримов выкладывается. Но в любом случае это было ограниченное событие. И если вы его не смотрели, вы ничего не потеряли, потому что самое важное я вам рассказал. Естественно, в ссылочке в описании, вернее, будет два микрокода, которые нужно будет ввести вот сюда. Нажимаете на подарочек, на rewards и на exchange. И вводите вот сюда коды, которые будут в описании. Там два кода. Один смешной дает одну золотую круточку, второй дает кусок SR-реликвии и немножечко голдишки. Ну, немного, но зато бесплатно. Спасибо за просмотр. С вами был Сильвес. До новых встреч.